Книга «Открытым оком». 14-й том. Тема «Монашество». Вопрос, 2849-й. Почему при описании жизни монахов так часто показывается, что они боролись с демонами, распознавая их козни? А если не распознавали, то чем это кончалось для них? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Весьма печально. Сходили с ума. Сами делались бесноватыми и выполняли волю демонов. Притом так легко попадали на удочку дьявола. Отечник Игнатия Бринчанинова. Страница 490-я. Повесть 158-я. Кавычки открыты. Сказывали о некотором, что он, став отшельником в пустыне, в течение многих лет был обольщаем демонами, думая, что это были ангелы. По временам приходили к нему для посещения отец его по плоти. Однажды отец, отправляясь к сыну, взял с собой топор, с намерением на обратном пути набрать для себя небольшое количество дров. Один из демонов, предупреждая пришествие отца, явился к сыну и сказал ему. «Вот дьявол идет к тебе, в подобие отца твоего, с целью убить тебя. У него и топор с собою. Ты предупреди его, вырви топор у него и убей его». Отец пришел по обычаю, и сын схватил топор его, нанес ему удар и убил его. Немедленно напал нечистый дух на отшельника и удавил его. Второе послание к Олимпинам, 11 глава, 14 стих. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Второе послание к Олимпинам, 2 глава, 11 стих. «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы». Нужно иметь опытных духовных наставников и всегда советоваться по подобным «откровениям» в кавычках. Послание к Римлянам, 16 глава, 20 стих. «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре». О юности бесценный чудный дар! Гореть и рваться из рутинной ямы! Стремление к Высшему! Есть и ненужный жар, чего не достает под старость явно. Азарт и жажду жизни сохранить, работая в две смены до упаду, фундамент заложить на глубине гранит, на нем построить царские палаты. Отмечено в истории и ныне, что в юности заложишь, с тем и отойдешь. Когда напор воды на дом нахлынет, под основание сорокадневный дождь. Река уносит щепки и обломки кичившихся хозяев, властелинов. Там мира нет, где на подносе склоки, укоры дерзкие и обвинений ливни. Где юность в революцию вошла, влетела, вклинилась, талантов не жалея, чуть позже будет выжжена дотла, до седины осколков тех не склеит. Где в юности Христу тропа проляжет, жар ревности в служении полыхает, страх Божий часовой стоит на страже, где главы и стихи из Библии охапки. Спешит на проповедь при огненном служении, охватывая новые пространства и угодья, наносит ереси урон и поражение, на помощь ближнему тот доброволец годен. Я не завидую нисколько молодым, желая искренних подметить и приблизить. Сгорая, молодость оставит чад и дым, отбив охоту от активной жизни. Благословение скромным и недерзким, хранящим дерственность, возвышенное чувство. Среди таких я престарелый сверстник, целую проповеди учащенным пульсом. 30 октября 2005 год. Игнатий Лапкин.